Всем привет, с вами Саня Туман и сегодня я привез этого монстра, чтобы Настюкин папа протестировал эту машину. Надо проехаться на таком, корыть. Да-да, это тот самый пикап, который мы выменили в Армении и до сих пор не можем продать. А после наших лютых приключений на севере, нам так захотелось поехать погреться к родителям на солнышке, что мы заодно решили и потестить этот пикап и показать его бате. И да, как вы понимаете, все эти события произошли до Настиного инсульта. Мы швы построим. Итак, сто лет, сто зим. О, вдруг откуда ни возьмись, моя красота. Да, светочки тебе, да, уже, ладно, дыши нацелить, мы швы, я говорю, швы, ой. Вкусно пахнет, ну пойдем. Привезли тебе аппаратуру небольшую на тест-драйв. Что вы там могли провести сейчас? Сейчас в это время, какую аппаратуру, что мы будем делать? Сейчас увидишь. Не знаю, толкать что ли? Ой, а да, вы что-то приехали как-то по дождику. Да, я думала тут жара. То есть, то нету. То есть, то нету. Ох ты, ёперный ты по голове. Что вы такое сделали? Внушающие габариты, да? Да, внушают реально. Здравствуйте, дорогие. Ну что, опять будем мучить? Да вы, ты блин... Да я стесняюсь. Ну, а что с ней будем? А что без номеров? Почему? Номера есть? Не знаю. Ну и как это правильно называется, корыца? Это у нас GMC, General Motors. А я американец. GMC Sierra. Я, кстати, тоже, смотри. Тебе не уазик, блин. На, я смотрю, я тоже обратил внимание, у него два такие, смотри. Ага, мощные такие. Один, вроде не туда-сюда, а два прям, бух, не дремя. А потяну я ее. Наталь, ты сейчас грызу натянешь новую. Морда почти, нет, больше двух метров в ширину у него. Да ладно. 2,05 или что-то такое. Да ладно. В ширину почти 6 метров. А высоту тоже 2 метра. Не, ну а с какого расчета делась такая машина? Ну, у американцев, у них же там вот это фермеры, там они ездят в пикапах своих что-то возят. Ну, и, наверное, в проходимость. Ну, у нее есть пониженные передачи, да, там все такое присутствует. И что, там рессоры стоят? Да, да. Офигеть. Ты догадался. Офигеть. Как, а иначе, как, там рама такая, наверное, мощная стоит на ней. Блин, какое расстояние огромное. 2,5 тонны весит машина. Есть версии, кстати, и больше, которые уже С-категория, а эта такая легкая. То есть берет не меньше 2,5 тонн? Нет, она 2,5 тонны весит. Я понял, но берет не меньше. И еще, по-моему, тонны 600 можно нагрузить. Разрешенная масса именно тонны 600. Ну ладно, тогда уж я загляну. Разрешенная масса там до 3,300, по-моему. А, ну, полторы, значит, тонны. Нет, ну выхлопной, а Шуржуга такая. А это бензобак, что ли? Офигеть. Где ты там его увидел? Дай посмотрю. Не, надо постучать, я не знаю. Нет, он в защите. Это защита у него есть там. Да хрен-то. Да это защита. Ну, хрен-то хрен. А ну может быть вообще-то, конечно, защита, но... Хрен-то хрен. По виду бак и бак. Я думаю, откуда у меня это слово поразит? Хрен. Нахрен. Прилепилась. От бати, оказывается. А куда деваться? С кем общаешься, от того и набираешься. Ну да, что выросло, то выросло. Вроде не было, а раз и появилось. Думал, откуда это взялось. Потом дверь прикрываю. Сейчас, подожди. Дверь прикрываю. А ну чпух. Ну не сразу. А ну не сразу. А ну не сразу. А ну не назад зашло. Я-то думал, что оно выдвигается вместе. Знаешь, как вот раньше были механика чистая? Дверь открываешься. Такое ощущение, что оно механически толкает. Как это, в автобусах помнишь, двери ручки так? Ну да. Ладно. Давайте присядем. Даже, даже боязно. Воду там можешь подрегулировать? Ага. Чтобы удобно было. Можно ниже вот обрестись. Можно назад подрежу. Ага, я понял. Можно вперед, можно назад. Не, ну мне это что-то, я же говорю, напоминает из фильма «Назад в будущее». Такое все. Такое все мощное, совершенное, новое. Крайняя кнопочка самая. Дин-дин-дин-дин. Это влево-вправо, что ли? Ну, подыркаю ее. А что это? Что это? А где это? А что это? А, уу. Нифига себе. Это вот эта жопу двигает. А, да. По пояснице поддержка поддержка поддержка. Что-то там на еще было. По поддержке поясниц. Стас из фантастики. Ну, настраивай все под себя. Зеркало. Это просто зеркало заднего вида. Это камера заднего вида. Еды нахрен. Нравится. Да. Коррюха передача. А она как включается? Ну, вот эта вот камера заднего вида. А вот так и зеркало будет. Давай, ремешок. Честно говоря, хотелось бы, чтобы еще сильнее упиралась. А, будешь не двигаться? Да. Все, первый косяк найден. Для мужчины сколько у тебя рост? Ну, метод-то в 75, наверное. И низковато, да? Что низковато? Ну, ему как будто низковато. Так можно поднять вверх. Сейчас я отключу. Сейчас аппаратура зазвонит. Может, что-нибудь срочный? Кто-то? Кто это? Что-то мама звонила. Айфон, ну, гадь. Да, у меня суперский. Никак дочка не подарит. Нет, дело в том, что мне эта планшета она подарила. А тут данная ситуация, что связь нужна. Ну, что? Туропередача. Так, оба-на, а где она? А я сейчас вот... Как на Волге. Я вот сейчас... А, вот она, ё-моё. На себя. Нажимаем тормоз. На себя. И вот Дэшку надо выбрать. Пока. Хорошное дело, блин. Тут сами дальше безберны. Зажимаем тормоз. На себя и вниз. И вниз? Ну да. Подожди, газ рано еще. Все, на себя тонешься у человека и вниз опускает. Сильно-сильно. Вот, да, 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 все правильно. Ого. Это не назад я включил? Нет, все правильно. Ептиль, моптиль. Обалдеть. Слушайте, а что так сильного? Оно тенды. А среднее положение-то что? Нейтралка. Просто нейтралка? Да. Если я... А, вот он заболел. Да, да, да. Ну, как габаритики? Ну, габарит это шире получается. Я-то привык к тем габаритам, там полтора метра. Машина трясет сильно, да? Да, наоборот. Ну, она как бы переваливается. Правильнее сказать. Она как бы переваливается. Ну, за то, что длинная, наверное. Ага, наверное. Переказывается. По мне очень сильно болтает ее. По мне тоже. А что вы хотите такая здоровяка? Ты думаешь, это из-за рессоров? Блин, я на самом деле, сколько вот на рессорных машинах ездила, а мне они казались такие более плавные. А это чересчур такая плавная, ну, не жесткая. Причем то, что подвеска вся в норме, ну, я так думаю, что да. Ну, а вообще она рассчитана на бездорожье, да? Да. У нее даже есть пониженные передачи. А потом, когда я остановился, ручку так же вверх, и она сама щелкнется туда? Ну, да, да. До парковки потом. Ну, сначала тормоз. Валдеть, надо же как удобно сделано. Руку не надо, куда-нибудь никуда совать. Ну, непривычно только, да? Вот надо чуть-чуть привыкнуть. Влево через кемзавод? Да нет, давай где-нибудь здесь просто остановимся так, машину посмотрим. Ух ты, нормальная газовая, вообще. Сандачка, я чуть-чуть. Еще хочу. Газику добавлю сейчас. Опа! Ух ты! Ты посмотри, как она под себя рвет, блин. Ты еще, Боба? Ох, я буду. Обалдеть! 6,2 литра. Ничего себе. Ничего себе, ты посмотри. Ух ты! Она прямо рвет их под себя. 426 лошадей. 400. Зачем так много? Зачем? Зачем обычная машина? Американцы вот на эту тему прям больны. У них все машины вот такие. Мускулкары. Подожди, на себя. О, Боже мой. Нет, нет, еще вышло. О, Боже, я испугалась. Офигеть, как тормозишь. Да я же подумал. Так что ж такое, блин? Ты срочность такая. Ты директор просто. О, Егорчик. Я тебе звонишь, мы тут машину тестировали. И ты позвонил. А тут ручка переключения под рулем скоростей. И я тут теряюсь немножко. Что там у тебя? Ты где? Да ты что? Родила? Родила? Да. Все, родился. Племя, племя. Поздравляю, Егорчик. Целуем тебя. Обнимаем. Да умнички вы мои. Хорошая. Настя, мы тут все радуемся. Молодец. Как зовут, наконец-то скажите. Так, ну-ка, наконец-то. Кто родился-то? Макс. Макс? Макс. Макс. Мне нравится. Макс, кнопку. Буду кричать. Сколько килограмм весит в центнер? Писюн видно? А то, может, запутали нас на ухлами. Ну, ладно, Егорушка, спасибо. Давай целуем. Вот так вот непостановочно стали свидетелями в прямом эфире. Ага, слушайте. Папа стал дедом. Да, наконец-то. Внук рейдил. Настоящим дедом стал. Базя теперь не батя, а дед. Все это дело надо принять. Сколько лет вот ты ждал, представляешь? Чтобы вот стать дедом. Наконец-то разродились. Наконец-то твой рот продолжится. Прям до слез. Получается, что у тебя теперь племянник. Ага, да. Макс, здорово, Анна Грин. Добро пожаловать в эту тусовку. Сейчас еще, сейчас еще. А он мне, ну, маме, наверное, позвонил уже, да? Да, он позвонил. Там, наверное, тоже сейчас пристал. Она мне звонила. Ага уже плачет 100%. Эмоций много. Вообще весеннее дерево. Ну, это точно дело надо отметить. Ну, что, трогаться, совратушки? Сначала Торма. Понимаешь, в чем дело? Я, я же по привычке жму. Да ты левую ногу умири вообще. Она тебе не нужна сейчас левая нога. Еще, нет, чуть выше. Это L, пониженная передача. Ага. Обалдеть. Let's go. Ох, аж солнце вышло. Это ж, блин, жопа-то. Дальше, понимаешь? Ух ты. Нормально съехать. Ага. Нет, сейчас я перееду, переезд. Интересно все-таки потормозить нормально. Нет, ну, вообще, конечно, блин. О, видишь, как... По прыгуни та еще. Да. Для наших дорог она нормально едет. Если бы на Ниве, то сильнее бы... Ой, на Ниве, да, сильнее трясет. А, сильнее? Все, это что, намного сильнее. По первости, когда вот она была новая совсем. Вообще, конечно, надо бы доехать и... Диагностику сделать, да, на машине? Потому что все-таки телепает, и этот скрип какой-то, что это скрипит. В этом году три года. Такое ощущение, что скрипит, как резина по резине. И вот, особенно, когда проезжаешь, вот там вот забор рядом, прям слышно. Свернем на старый полигон. Что-то тебе прям в этот раз кайф поедет. Слева полигон, ага. А что тут? Понимаешь, в данной ситуации мне напоминает то, как я учился ездить. Вот это вторую скорость. Едешь, ездишь на третью. А, вижу, переключать надо. А тут не надо. Сходяло. Честно говоря, я думал, что такие машины большие не делают на автомате. Главное, идет дорога рабочая. Казалось бы, вот люди должны сделать ее. Ни фига, никто не хочет ничего делать. Ну, а вы когда нас порадуете? Опа. Настя, когда порадуешь? Да. Опа. Очки. К такому вопросу я уже не была готова. Я думала, как бы, одного хватит вам, Егор. Да, конечно, одного. Ни фига себе одного. Вообще, говорят, сначала старшие дети должны детей родить. Потом младшие. Я младшая. Мы хотим двойню. Двойню? А лучше тройню. Приедешь и сам будешь. Что-то с ней сделать. Ну, я не знаю. Смотри, как она еще может делать. Смотри. Становись на нее. Держишься? Ничего себе. Это что делать? Это чтобы сюда залазить. Там кнопка, да? Да, вот так нажимаем. Обалдеть. Слушайте, ну, блин, молодцы, а. Вот китайцы. Американцы. Сейчас, секунда. А здесь, кстати, даже нету этой, никакой загрузки, ничего просто. Ну, ладно, а как все, нигде не оставить машину? Почему везде оставляют? А насосать можно? Не пробую. И никто не пробует. И он даже без кнопки открывает. Да. По-простому. Ой, ё-моё, а что это? Разец. 220 что? Ну, 110. Да, 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 да. Видишь, еще разъемы такие другие. Американский разъем? Наверное, да, вот она включает. А это 12. Вот, нет, это... Прикуриватель. Я вообще не опознаю. Ну, Type-C. А тут функция есть, это? CarPlay. Оооо. Дааа. Живи не хочу, Wi-Fi. Технологии. Навигатор там. Как вот, что? Слушайте, что, уже 3 часа? 3 заст лет уже. Все, разворачиваемся домой. Обалдеть, я где там встал? Ну, наконец-то, а. А, мам, ты, елки-палки, а. Ты забыл пристегнуться, дед. В данной ситуации, понимаешь, я вот так долго ждал, что сейчас даже... Вот у меня это не укладывается около голове, блин. Что, кстати, интересно, у машины, что вот она весит, хрен знает сколько, да, вот и у людей сейчас все... Да не чувствуется, да? Не, у людей как раз удивляюсь, что она такая тяжелая и такая резкая, подрывистая. Ну, прям сжимается. Без половины. Да ладно, блин. Подожди, блин. Офигеть, ты, блин. Сразу 80, 95, 100. А, ладно. Ну да, мы до 100 километров разогнались. Она очень подрывистая. Ну, 6,2 литра. При этом расход у нее... Я понял, это поэтому ты в нее влюбился. Вы про меня сейчас? Что ты очень подрывистая. По тебе тоже, блин, ты что же радуешься. Расход всего 15 литров. Что, меньше, чем на Ниве? Не знаю, на Ниве, но меньше, чем на Патриоте точно. О, Патриоте, там, 20. Патриотов, это отдельная страшная сказка. Потому что, неужели нельзя сделать более экономичной машину? Я вот удивляюсь. Ну, мне кажется, кстати, вот здесь экономия как раз-таки из-за такого большого объема. Ну, 6,2 литра. То есть, ему надо, чтобы ехать, ну, там, 2 тысячи оборота. Слушай, а мне даже интересно, сколько у вас ушло на бензин на Патриот? Да хрена. Это просто огромное количество какой-то денег. Потому что, ну, он жрет просто нереально. Тем более, мы ехали очень быстро. То есть, там, 4 тысячи оборотов, 5 я ехал. Да, что же вы, жадная машина. Вообще ужас. Жадная? Жадная для бензина, да. Кстати, вот у меня еще здесь вот эта машина удивляет, потому что оно прям настолько, ну, сколько всяких датчиках едет. Обычно у американцев нет такого. Офигеть, а? Да, и удержание полосы. И, ну, блин. А удержание полосы, что это делает? Ну, это когда ты так вот включаешь, и оно как бы ловит. Разметку. Разметку, да. Если машина начинает уходить, она ее сама возвращает обратно. И рулем можно не крутить? Да, можно не крутить. Не, ну, не под 90 градусов. Ну, удержать руль все равно нужно. Он просто будет отдавать тебе в руль, скорее всего, вибрировать. Может, сиденье будет. Да, кстати, она очень сильно вибрирует, когда сзади, там, ну, что-нибудь препятствие или еще что-то. Или спереди. Прямо вот так вот в сиденье вибрации идет. Интересно. Не, ну, тут видишь, тут комплектация именно вот эта Деннелли, да, она прям такая самая жирная, самая мощная. А как тебе цена за эту машину в 7,5? Да ладно, блин. Я думал, честно говоря, поменьше. Я думал, в пределах 3,5-4. У меня рука устала. Так бы нам Ваня говорил. Все, давайте заканчивать итог. Рука устала. Не говори, Ваня, бедненький. Терпит же? Ну, так когда у них свадьба-то? В августе обещал. Ей обещал. Помню это, как-то прихожу к вам домой. Не знаю, несколько лет назад. Ты мне говоришь, Настюха, так, конечно, на маму свою похожа. Сочувствуйте. Сочувствуйте. Саня поезд проехал. Да, да, говорит еще это, ты крепись. Да, 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 крепись. Будь готов к этому. Ну-ка, давай-ка. Я так, я же хотел задом попробовать, ну, сзад назад и повернуть. Я так не понял. Просто покажи или ты сделаешь? Просто покажи, не надо. Какая разница? Короче, вот мне нравится в этих машинах то, что камера 360 есть. Во-первых, 360, во-вторых, вот здесь, смотри, ты можешь выбирать, какой тебе угол нужен. Можешь любую камеру. И она будет прямо, вот, видишь, показывать. И сзади вот еще есть, куда она едет. Прям как в игре вообще, да? Прикольно. Да. То есть, видишь, она показывает, куда вот ты крутишь. Вот это мне вообще нравится. Вови-вот бомба. Ага. Кино. И вот смотри, когда мы будем подъезжать уже к какому-то препятствию. Вот слушай, как он на сиденье начнет вибрировать. Слышишь, это вот мне прям по сиденью бьет. То есть, вот здесь вот тоже показывают. Дальше, видишь, вперед он тоже, видишь, сразу его. Какой мне надо угол брать поворота, да? Прямо по заднику так. А залезь в этот, в кузов. И доедем до конца, там будешь ехать, снимать. А, с кузова прямо? Ну, я сейчас открою. Окошечко, видишь, что открывается? Слушай, а видео снять с этой камеры, ну, допустим, вы можете? О, кстати, ну, сто процентов можно, но я не знаю. Ну, где-то надо вытащить эту, ну, флышку куда-нибудь. Я понял. Хотя, если оно пишет, а может она просто передает картинку и никуда не записывает. Так вот, все интересно. Поехали, шеф, трогай. Ну, держись, держись крепче там. Лицо от камеры убери. Здравствуйте, как видно? Отлично видно. Как слышно. Слушай, то есть, это вот так вот можно еще и общаться, да? Вот через эту камеру видно меня. Прикольно. О, кстати, давайте купили подарок. Вот. Ты не раскладывайся там, сейчас приедем, а то уснешь еще. О, прикол. Я себя снимаю через камеру, через зеркало. Не, ну, конечно, понимаешь, недостаток, что надо задумываться над тем, где у тебя жопа едет. Ну, да. Во дворе парковаться, это просто издевательство. Ну, благодаря камерам, конечно, можно. Да. Ну, вот так вот. А насколько она длиннее Нивы? Я не знаю, сколько Нивы, я знаю, что вот это 6 метров. Ну, а большое расстояние преодолевать комфорт. Вообще, большое удовольствие. Видно меня? Да, видно. О, пацаны, я еду на такой тачке, обалдеть. Да, чувствуешь себя королем. Я после поездки на вот таких машинах, которые садишься, когда, как их называют, купешки, на землю садишься, на асфальте фактически езжешь. Блин, не понимаю, как так можно ездить туда, раз, и где-то внизу вот так вот сидишь, вот так вот под рулем. Тут вообще жопа какая-то. А чехольчики родные? Это, по-моему, просто сиденье перешит. Я думал, может, вы уже чехлы сюда протарабанили. Ну, и насколько вы собираетесь задержать этот транспорт у себя? Если бы он уже продался, то и не задерживали. Просто он не продался, я так вот думаю. Ну, конечно, такая цена. Да, скинем еще. Еще и машина редкая, я так посмотрел, и продается всего две в России. О! Ну, пойдем мы этот прицеп посмотрим. Пикап, то есть. Вот на Ниве дверь открывается тяжело, а здесь не чувствуется тяжести. Вот открытие двери, открытие, закрытие. Вот можно верхнюю часть. Можно все вместе. Потом, чтобы ступенька была. Нет, ну это просто, чтобы подлезть получше было. А вот это прям такая ступенька. Да, вот так вот. Блин, что все-таки продумано. 170 килограмм выдерживает этот пас. Как все-таки? И команда к машине! Волезли все. Да, это что за чемодан у вас? Настюха сказала, что у тебя мангал там прохудился. Вот мы тебя привезли. Ребята, вот у вас это, вы когда сюда едете, вы совесть с собой берите. Ну зачем такая здоровая мангалка? Удобно! Настя выбирала, я не брючок. Я ей сказал, выбирай, кого не нравится. Я не выбираю тебя. Рыба моя, братаня. Я вообще, не, ну вообще мечта давно с ней, конечно. Ну, блин. А шампуров у тебя же тоже нету, да? А? А шампуров можно не надо. Да не, не надо. С вытащу, чтобы это не... Настенька, он не слышь ко мне. Нет, хороший. Я хочу приезжать и есть шашлыки тоже на нормальном мангале. Зимой кто-нибудь сопрет. Почему ты так реагируешь всегда на это все? Потому что тебе жалко потраченных денег, да? Нет, дело не в деньгах. Дело в необходимости. Каждый раз, когда я приезжаю к ним на дачу, всегда шашлык готовим в таком отвратительном мангале. Все сыпется. Просто невозможно. Там вот такой малюсенький. И еще и на проволоке весь. Я купила, чтобы теперь было на веках. Даже багажник, смотри, как хорошо. Легко открывается, закрывается. Нагрузить можно. Сколько? Вот ты как раз же там вроде приданное собрал, да? Ящиков пять. Ну ты так сейчас натужил. Это как будто тяжело. Папа, ну очень нужно будет. Нет, очень легко. По сравнению, вот я тебе говорю, у меня дверь тяжелее, наверное. А это, типа, можно еще прицеп некогда? Да, прицеп воткнуть. Что ты папу на карачке поставил? Ему интересно. Мне интересно посмотреть. Там же запасочка у нас. Все-таки она низковатая, мне кажется. Может, мне кажется? Да нет, клиренс у нее хороший. Ладно, пойдем маму целовать. Пойдем. Мама стала бабушкой. В данной ситуации можно даже вот так. Нормально, тачка у тебя. Ну, хотя бы не на тележке везти, да? Да. А вот уже и про бабушку. Ну что? Привет, бабушка. Здравствуйте. А я тетка. Просто пойдемте, я вам покажу тот мангал, который у них здесь стоит. Это кринж. А они говорят, что слоить не могут. Я сейчас покажу, покажу. Нет, нет. Потому что каждый раз я приезжаю жарить шашлык на дачу к родителям. Меня устраивал и этот. И тут вот это дерьмо стоит. Просто. Па-бам. Вот такой мангал. Согнил он внизу. Вот. Просто что это? Это мангал? Он сюда другую дощечку просто поставил. Дощечку, точнее, железку просто. Но вот это что? Ну что ты меня перед людьми позоришь? Папа, потому что, чтобы было понятно, зачем я тут купила мангал. Потому что этот отстой. Это папа приучается коляску возить. Вы же там будете внука возить, правильно? Это коляска для внуков дачная. Меняем мангал сразу. Потому что если мы сразу не поменяем, то его они тоже не поменяют. Он будет стоять просто в домике, ждать, когда я приеду. А вот это мама с папой собрали нам приданное. Мое приданное. Замуж за тебя его дают. 14 лет назад должны были еще. Ну вот, как бы сейчас. Маршрут построен. Ну что, мы теперь уже выезжаем. Точнее, мы, я выезжаю в Москву обратно, потому что Настюха здесь остается. Как вы понимаете, у нее родился племянник. Здесь, наверное, будет надолго очень им отвечать. Я со своим новым оператором покажу себя. С моим оператором выезжаем в Москву. У нас там работа кипит. Наконец начались теплые деньки. Мы сейчас будем, короче, заниматься строительством в доме. Хотим построить гараж или хотя бы для начала беседки. Сейчас мы делаем ставки. Сколько же войдет сюда бензина? Ну ты уже загуглил и знаешь, что кабак. Я думаю, что 90 литров точно должно влезть. При условии, что мы почти до конца вообще выжгли этот бензин. 90 влезло. А знаешь почему? Почему? Уж заведенный. Еще больше всего у меня в этой машине радует много места. Тут прям реально много места. Вот здесь вот не просто вот можно чай пить. Смотрите, я тут могу и термос поставить, и чаек налить. И сюда его поставить, он не будет скользить. Просто это моя боль. Я намучился, пока ехал на Патриоте. Там мне еще эту коробку надо дрочить. Другой руки, там термос надо вдруг здесь зажать. Вот это с этой чашечкой сидит. Здесь его не поставишь, потому что он упадет. А здесь просто вот ездишь и кайфуешь. Чайку. Я даже до телефона не смогу дотянуться. Вот сколько здесь места. Нормально, да? Он за дорогу поперебил всяких мух и мошек. Прям можно назвать его уничтожитель насекомых. Машина в целом очень понравилась. Динамичная, быстрая. Жрет меньше, чем даже мой вот этот УАЗик, на котором я гонял. Много места. В этот пикап можно загрузить еще кучу всего. В общем, машина очень понравилась, честно говоря. Такую бы никогда себе не взял. Очень дорогая. Хотя в частном доме даже, я хотел сказать, что парковать еще неудобно. Просто я вспомнил, во дворе там ютили свои машины. И вот это я вообще не представляю, как бы я там делал. Хотя куча камер, датчиков, парктроников и так далее, наверное, бы сделал бы. Но все равно это большой геморрой. В частном доме, конечно, проще всего гораздо. Но все равно очень дорогая машина. В плане обслуживания даже не знаю. Тоже, наверное, все очень сложно найти. Мы его, конечно же, будем продавать или дальше менять. Потому что что-то продать его тоже очень тяжело. Но никогда бы себе такую не оставил машину. Но она клевая. Ну, а на этом все. Увидимся в следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok